Этот сюжет обращен, скорее всего, к одному человеку, и наверняка он тоже постоянно живет в нашем красивом зеленом городке. Сегодня мы показываем взгляд со стороны, потому что этот человек не понимал и не видел, что творил. Со стороны ему, наверное, будет виднее поломанные со злобой молодые липы, что росли на кольце на пересечении улиц Баныкина-Ленина. Они уже крепко вошли в рост, распустили пышную зелень и даже начали цвести. Люди неравнодушные у нас, очень переживают, говорят, одни садят, другие ломают. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям, которые вдруг увидят, что кто-то издевается над растениями, над деревьями, немедленно прекратить эти действия. Жители этого микрорайона были шокированы, увиденные однажды картиной. Переломанные пополам молодые деревья вряд ли кого-то оставят равнодушными. Тем более, что все мы понимаем, какой огромный труд вырастить молодое деревце. Кошмар, это что такое? Прям безобразие. Прям жалко, жалко. Вот тут садили уже давно эту елочку, тоже сломали, поливали. Сначала я выйду. Эти поливают, а эти нет. Я говорю, доченька, зачем вы не поливаете эти? Эти не наши. Прям мне жалко. Сколько раз сама выходила ведром, полью. Вот эту елочку все. Выходила, поливала, поливала. Думаю, все равно пойдет. Сейчас полным ходом идет реконструкция парковой зоны в этом микрорайоне. Планируется увеличить количество камер видеонаблюдения. Есть надежда, что однажды мы все-таки узнаем, кому может прийти в голову устраивать пляски на клумбах с цветами, ломать деревья и портить красоту заботливыми руками, создаваемую для жителей целого города. А пока жители близлежащих домов по этой улице называют этого человека неадекватным и хотят, чтобы для таких построили в Занске специальный дом. Как он называется, мы все знаем.